Сегодня утро началось с трагедии в Казахстане, в Карагандинской области вновь ЧП на шахте. Также поговорим о том, почему казахстанцев не могут вывести из сектора газа. Это объяснили в МИД нашей страны. Все дело в том, что пока ни одна страна не согласилась ослабить оборону для открытия зеленого коридора из сектора газа. Это значит, что на территорию сектора газа пройти невозможно. Единственным существующим проходом является пропускной пункт Рафах, который на сегодня закрыт. Накануне родственники казахстанцев, которые не могут покинуть сектор газа, обратились к президенту Токаеву за помощью и подчеркнули, что МИД не предоставляет им никакой информации о том, как и когда их родные смогут покинуть опасную зону. Но во внешнеполитическом ведомстве заявили, что, к сожалению, пока бессильны что-либо сделать. И это касается не только Казахстана. По данным представителей нашего МИДа, на сегодня 45 стран занимаются одновременно вопросом эвакуации своих граждан. Но пока ни один гражданин так и не смог, к сожалению, покинуть этот регион. Сейчас, по разным данным, в секторе газа находятся 67 граждан Казахстана. В основном это женщины, которые вышли замуж за граждан Палестины. Напомню, что 22 октября стала известна о гибели Казахстанки и ее дочери в результате обстрела в Газе. Об этом мы не только поговорим в выпуске. В фокусе нашего внимания на этой неделе по-прежнему самые главные события в стране и мире. В эфире из Астаны для вас работает команда программы «Мир итоги». Я Милинова в Улиде. И вот главные темы выпуска. Наземная операция Израиля и сектор газа в руинах. Что происходит в Палестине в третью неделю конфликта? И реально ли полномасштабное наступление Тель-Авива? Поговорим сегодня. Нефть как точка соприкосновения. Иран призвал страны, входящие в организацию исламского сотрудничества, ввести нефтяное эмбарго против Израиля. Готов ли Казахстан? Какие уж тут шутки. В КНДР пригрозило США превентивным ядерным ударом. Итак, начнем выпуск. С трагедии в Карагандинской области продолжаются поиски горняков на шахте имени Костенко. Касым Жумарт Тукаев поручил прекратить сотрудничество с Арселор Миттл Тимиртау. На момент аварии в шахте находились 252 человека. На поверхность выведены свыше 200 шахтеров. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Президент Казахстана выразил искренние соболезнования. Он также поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. ЧП произошло сегодня ночью. Отметим, что с недавней трагедией на шахте «Казахстанская», также принадлежащей Арселор Миттл Тимиртау, прошло лишь два месяца. Недавно стало известно, что в трагедии с гибелью шахтеров после пожара на шахте «Казахстанская» на 100% виновата руководство. Выходящая за всякие рамки статистика несчастных случаев с летальными исходами на предприятиях Арселор Миттл Тимиртау вызвало возмущение и гневные комментарии не только пользователей интернета, но и официальных лиц. Прошло больше 20 дней, как Ближний Восток охвачен новой войной. Армия обороны Израиля и Хамас продолжают наносить авиаудары. Министерство здравоохранения Газы заявило уже о 7 тысячах погибших палестинцев. Ведомство утверждает, что имеет на руках поименный список жертв. Обнародование такого документа связывают с заявлением президента США Байдена о возможной недостоверности данных о пострадавших в секторе. Цахал, по их заявлениям, готовится к наземной операции в Газе. Сухопутные войска уже провели рейды по территории сектора. В ООН бьют тревогу по поводу гуманитарной ситуации. Поставка гумпомощи усложняется из-за интенсивности боев и инфраструктурных проблем. И сегодня утром Израиль заявила о расширении наземных операций и увеличении атак в секторе Газа. Цахал объясняет, что это еще не официальный старт наземной операции, но вот соседние страны бьют тревогу. Министр иностранных дел Ирана заявил, что его союзники держат палец на спусковом крючке на фоне предстоящей наземной кампании Израиля. Сектор Газа сейчас полностью отрезан от внешнего мира, сообщает Красный полумесяц Палестины. Подробности в материале Айданы Карибжановой. 20 дней ожесточенной войны на Ближнем Востоке. Если на языке военной терминологии идут бои высокой интенсивности. В ответ на вторжение и авиаудары Хамаса 7 октября, Израиль продолжает бомбардировку в секторе Газа и уже заявил о расширении наземных операций, увеличив число атак. Жители сектора армии обороны просят перемещаться на юг. По заявлениям Цахал, их цель – это позиции Хамас. Но СМИ сообщают о разрушениях и в жилых секторах, и больницах. По последним данным Минздрава, Газы погибли больше 7 тысяч палестинцев. За сухими цифрами потерянные жизни и судьбы местных жителей. Мы засыпаем и просыпаемся под звуки взрывов. Они нападают на нас психологически, морально и физически. Дети подвергаются голоду. Здесь нет еды и воды. В мире не осталось человечности. Мы не спали со вчерашнего дня, пытаясь вытащить людей из-под завалов. В этом доме было около 70 человек. Многих не удалось спасти. Там были дети. Разве они в чем-то могут быть виноваты? Израиль свои действия объясняет зачисткой террористов. Страна тоже подвергается авиаударам от Хамаса на юге, но система ПВО «Железный купол» успевает перехватывать ракеты. В Цахале заявили, что подготовка к наземной операции идет полным ходом. В ночь на четверг армия обороны провела рейд на севере Газы с использованием танков. Контр-адмирал Хагари призвал жителей сектора не сотрудничать и не покрывать представителей Хамаса, а также покинуть территорию, двигаясь на юг. Мы уже убили тысячи террористов. И это только начало. Одновременно мы готовимся к наземному вторжению. Я хочу внести ясность. Сроки операции определяются консенсусом военного кабинета. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить идеальные условия для наших войск, для следующих операций. Консолидации до последнего не было и в главном органе, призванном решать международные проблемы. Совет безопасности ООН на неделе снова не мог принять ни одну из предложенных резолюций по ситуации на Ближнем Востоке. Два альтернативных плана по оказанию гумпомощи сектору газа предложили Россия и США. Вашингтон призвал к паузам, а Россия к гуманитарному прекращению огня. Россия и Китай применили вето в отношении американского проекта, а российский документ не набрал нужного числа голосов. В пятницу Генассамблея ООН наконец приняла резолюцию, призывающую защитить мирное население газы и установить режим гуманитарного прекращения огня. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Казахстан. Против выступили 14, в их числе США и Израиль. 45 стран, включая Канаду, Украину и многие европейские страны, от голосования по резолюции воздержались. Предложенная Канадой поправка об осуждении атак Хамас на Израиль была отклонена. По данным ООН, более трети больниц в Газе закрылись из-за повреждений или недостатка топлива. Попытка оценить разрушение даже после прекращения боевых действий будет невероятно трудной. По сути, мы наблюдаем существенное уменьшение помощи всему палестинскому народу, не только сектору газа, в последние 15 лет. Сегодня речь пойдет о необходимости помощи в десятки миллиардов долларов. Ранее главы МИД девяти арабских стран, включая Катару, ОАЭ и Саудовскую Аравию, в совместном заявлении призвали Совет Безопасности способствовать прекращению огня на Ближнем Востоке и выступили против попыток перемещения палестинского народа. Политтехнолог Дина Шихисламова называет реакцию арабского мира сдержанной из-за невыгодности эскалации в регионе и с экономической и миграционной точек зрения. Реакция арабских государств, она в принципе была ожидаемая. То есть, конечно, арабские государства выступают с такой риторикой, что в традициях мусульманской солидарности, что правильно. Но на деле, то есть мы должны смотреть, что происходит на деле. На деле они закрыли границы, КПП не принимают беженцев из Палестины и в принципе не вмешиваются в этот конфликт. Не вмешиваются полноценно в конфликты крупные ближневосточные игроки Иран и Саудовская Аравия. Эксперт объясняет это в том числе нежеланием стран входить в прямую конфронтацию с Вашингтоном, обещавшим материальную поддержку Израилю и заявившим о решении направить в Восточное Средиземноморье двух своих авианосцев. Мы видим миномерные какие-то атаки, легкие ракетные обстрелы. Это обычное дело для Хизбуллы. Но при этом вмешательства прямого нет. На Восточном Средиземноморье США отправили две авианосные группы, два авианосца. И Китай отправил шесть военных кораблей. О чем это говорит? Китай отправил не потому, что защитить Палестину или Израиль. Это Китай сделал в ответ на два авианосца от США. То есть вот здесь уже, конечно, идет разговор двух больших игроков. И так как мы ожидаем встречу господина Байдена и господина Син Цзиньпиня в Штатах в рамках ОТЭСа, то есть мне кажется, что именно этот диалог двух больших держав как раз-таки может помочь расставить точки над «и». То есть что нас ожидает будущего? Сейчас мы пока ничего не можем сказать, но полномасштабной войны мы пока не видим. Конфликт Ближневосточный в любом случае уже приобрел размах глобальный. Из-за поляризации мира и информационной войны двух сторон, конфликт Израиля и Хамаса выплеснулся на улицы десятков городов мира. Акции самые разные – антисемитские и антитеррористические. Сегодня большинство людей требует главного – прекращения огня в регионе. Тем временем Иран призвал ввести нефтяной эмбарго против Израиля. Намерение иранского министра обусловлено ракетной атакой по больнице Аляхли-аль-Маадани, расположенной в секторе газа. В результате инцидента пострадали в общей сложности 800 человек, включая тяжелобольных, раненых и несколько сотен детей. К нефтяному эмбарго уже подключилась и Анкара, однако вот эксперты считают, что Израиль все равно не останется без нефти, если сможет ее привезти по морю. Угрозы Ирана ему не страшны, считают аналитики Bloomberg. Они же и напомнили, что на этой неделе Казахстан лидирует среди стран-поставщиков нефти в Израиль. О ситуации на рынке черного золота расскажет наш политический обозреватель Жанна Алпсбаева. Она на связи со студией. Добрый вечер, Милина. Добрый вечер, Жанна. С середины мая Израиль импортировал около 220 тысяч баррелей в сутки, насколько известно, и из которых около 60% приходилось на две страны, это Казахстан и Азербайджан. Что вот скажешь ты по этому поводу? Да, Милина, это два основных экспортера. Также энергоресурсом страну обеспечивают Западная Африка и Египет. Если даже мусульманский мир начнет отказываться от поставок нефти, у Израиля будет множество альтернатив. Например, США и Бразилия. О том, что может ждать рынок нефти, расскажу через несколько секунд. Интересно будет послушать тебя. Сложнее всего для Тель-Авива будет обеспечивать безопасность портов, считает Блумберг. В настоящее время у страны есть три терминала. Ашкелон и Хайфа в Средиземном море и Эйлат на Красном море. Ашкелон самый важный из терминалов по импорту нефти. Обрабатывает около 180 тысяч баррелей в день. Он расположен недалеко от сектора газа и был закрыт вскоре после нападения Хамас на Израиль 7 октября. Любопытно, что Израиль в начале 2023 года сам оказался в числе экспортеров нефти. Он начал отправлять партии черного золота с месторождения Кариш в Средиземном море. Кариш долгое время был предметом разногласий между Израилем и Ливаном, поскольку расположен на границе шельфа двух стран. Договориться о его разработке удалось только при участии США в октябре прошлого года. Вероятно, сейчас вопрос о его безопасности стоит очень остро. В целом, палестино-израильский конфликт может негативно повлиять на нефтяной рынок и уже повлиял на газовый, сократив поставки энергоносителей для потребителей в Европе. Об этом 25 октября заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми. Любое расширенное геополитическое потрясение оказывает влияние на стратегические товары, будь то нефть или газ. Так что может ли палестино-израильский конфликт повлиять? Вероятно. По его словам, конфликт уже повлиял на газовый рынок, так как объем газа, который отправляется из израильских источников в Египет для перевода в жиженый природный газ, который затем отправляют в Европу, уже сократился. Соответственно, и цена на него растет. Сработал простой закон рынка. Меньше предложения, выше стоимость. Собственно, нефть тоже отреагировала резким скачком вверх в первой половине месяца. Что же касается нефти казахстанской, то эксперты считают, что Казахстан не последует примеру мусульманских стран и продолжит отпоставлять свои объемы в Израиль. Есть такая международная повестка, особенно у мусульманских стран. Турция вот сейчас поднимает вопрос эмбарго на поставки нефти в Израиль. Поднимает вопрос Иран перед Азербайджаном, чтобы он прекратил поставки. Я думаю, нам, Казахстану, в этом вопросе надо оставаться очень спокойным, осторожным, потому что все-таки Израиль тоже является премиальным рынком. И раз ты заходишь на этот рынок, нефтегазовый рынок, то есть, соответственно, если ты уходишь, потом обратно будет тяжело зайти, другие игроки зайдут. Поэтому, опять-таки, здесь надо смотреть осторожно. Понятно, что политика, геополитика. И надо понятно, что учитывать интересы. И казахстанское общество вообще настроено очень пацифически. Она против различного рода войн. И здесь надо смотреть с учетом интересов страны. Ну, давайте подождем, посмотрим. Израиль закупает эту нефть. Я думаю, что все-таки разум превалирует, и война в скором времени закончится. Пока власти Казахстана на эту тему не высказывались. Разве что на полях саммита стран СНГ в Бишкеке две недели назад, Касымжумарт Токаев отметил, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан. Прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать. Тогда Касымжумарт Токаев предложил подключить ООН. Президент Казахстана считает, что на фоне нынешнего застоя в Совете безопасности ООН необходимо усилить роль Генеральной Ассамблеи и Организации. По его мнению, Совбез ООН должен пополниться государствами, которые представляют все регионы мира, в том числе за счет глобального юга. Кстати, на неделе произошел скандал в Организации объединенных наций. Израиль потребовал немедленной отставки генсека Антонио Гутеррише за оправдание действий Хамас. В свою очередь Гутерриш поспешил оправдаться, заявив, что его слова истолковали неверно. Вот как все было. Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке с каждым часом становится все более тяжелой. И призвал все стороны уважать и защищать гражданское население. Важно также признать, что атаки Хамас происходили не в вакууме. Палестинский народ подвергался удушающей оккупации в течение 56 лет. «Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Выражают тревогу по поводу непрекращающихся израильских бомбардировок, а также уровня жертв среди гражданского населения и массового разрушения кварталов». Позднее Эрдан заявил, что Израиль откажет в выдаче виз представителям ООН. В среду Гутерриш отверг обвинение в свой адрес, заявив, что шокирован искажениями заявлений. Однако представитель Израиля в ООН не удовлетворился этим объяснениям и вновь призвал Гутерриша уйти в отставку. Это позор для ООН, что генеральный секретарь не отказывается от своих слов и даже не может извиниться за то, что сказал вчера. Он должен уйти в отставку, заявил Эрдан. Ну что ж, Мелина, я хочу на этом подвести свой обзор к концу. Что касается нефтяного эмбарго, то Иран призывает 57 стран, входящих в организацию исламского сотрудничества. Казахстан туда тоже входит. Пока же слабо верится в то, что наша страна последует примеру Турции. Из того, что есть на сегодня, это только игнорирование тура музыканта Андрея Макаревича по Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану. Его могут отменить из-за того, что певец поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной. В стране уже появилась инициативная группа, которая борется за отмену концерта Макаревича. Многие блогеры в Инстаграм начали отказываться от покупки израильских товаров, в том числе косметики. Но это пока только позиция гражданская. Что ж, Жанна, полностью соглашусь со всем твоим выводом. Я напомню, это была Жанна Алпузбаева с авторским обзором. На высшем уровне мы продолжим выпуск. На этой неделе Казахстан вновь оказался под прицелом так называемых Z-блогеров из России. Поводом для обсуждения стало открытие структуры Минобороны нашей страны, которую они назвали Центр НАТО. Однако вот приняли за Центр НАТО структуру казахстанского ведомства, которое существует уже с 2006 года. В Алматы открыли здание, в котором разместился новый конференц-зал Центра миротворческих операций Казахстана. На открытии присутствовал посол США в нашей стране. Почему именно он? Все дело в том, что Вашингтон поддерживал строительство нового здания с целью расширения возможностей Казахстана по подготовке международных отрядов миротворцев. Изначально этот центр был создан при Институте иностранных языков Минобороны Казахстана. Там обучают военных, полицейских, гражданских лиц иностранным языкам, правилам проведения миротворческих операций и гуманитарному праву. НАТО участвует в подготовке языкового курса, который предназначен для обучения военных к работе в многонациональных штабах НАТО и ООН. Ранее президент Казахстана Касымжомарт Тукаев заявлял, что наша страна не является антироссией и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с соседней страной, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. О сотрудничестве с Россией на этой неделе вновь говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем интервью изданию Wall Street Journal на тему военного конфликта в Нагорном Карабахе Пашинян заявил, что не видит преимущества в продолжении присутствия российских баз на территории Армении. Но вот вывод войск Российской Федерации сейчас не обсуждается. В договоре о коллективной безопасности и в уставе организации договора о коллективной безопасности четко прописаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена. То, что там прописано, не произошло и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность. Также у нас есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности и описанные в этом соглашении действия тоже не имели места, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности. Что касается отношений с другими партнерами, то я буду более корректным и честным, если скажу, что эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся это сделать. Сейчас идет работа по определению спорных границ Армении и Азербайджана. Основной вопрос – на какой основе будет продвигаться демаркация границ, по каким картам и принципам. 5 октября в Испанской Гранаде состоялась встреча президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Однако вот азербайджанский лидер приехать в Гранаду на пятистороннюю встречу отказался. Между тем Пашинян настаивает на определении границ от 30-летней договоренности. Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном должен происходить на основе Алматинской декларации 1991 года. А в чем особенность? Особенность в том, что на момент подписания страны Советского Союза уже становились или де-факто стали независимыми странами. И в Алматинской декларации они зафиксировали, что существующие советские административные границы между республиками признаются государственными границами. Стороны признают нерушимость и территориальную целостность этих границ. Когда мы говорим, что делимитация границ должна произойти на основе декларации 1991 года, мы имеем в виду, что должны быть взяты существующие на тот момент государственные карты. А они, по сути, должны стать основой для делимитации. А между тем, в мире назревает новый скандал, который может затронуть каждого человека. КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые, как считают в Пхеньяне, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на корейский полуостров свои стратегические средства. Также Северная Корея передавала оружие России для использования в войне в Украине. США, Япония и Корея моментально осудили поставки различных боеприпасов из КНДР в Российскую Федерацию. Ведь это увеличит число жертв среди мирного населения. Об этом и не только. Поговорим через несколько секунд. Мир на грани ядерной войны. Такие предположения стали реальной угрозой после того, как КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые, как считают в Пхеньяне, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на корейский полуостров свои стратегические средства. Такой комментарий опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. В Пхеньяне считают, что Вашингтон раскручивает маховик ядерной войны. Это была цитата. «И перебрасывает в регион все ядерные стратегические средства. Так называемые атомные авианосцы, атомные подлодки и стратегические бомбардировщики». Эти действия в Пхеньяне расценивают как военные действия, имеющие характер ядерной превентивной атаки, нацелены на физическое устранение КНДР. США в курсе, что корейский полуостров юридически находится в положении войны, и стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом для уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось монопольной собственностью США, перевернута. Поскольку США и гангстеры Республики Корея бросили вызов ядерной войны нашей республике, будет и наш ответный выбор. К слову, КНДР законодательно закрепила политику по вопросам ядерных вооруженных сил, разрешившую необходимые шаги в случае, если будет решено, что в отношении государства совершено наступление с задействованием ядерного оружия. Поэтому риск того, что Пхеньян сможет продемонстрировать свою ядерную мощь, высок, учитывая натянутые отношения между всеми ядерными державами и нередкие провокации среди них. А для КМЧНН это будет не повод для раздумий, а, похоже, повод решительно действовать. К слову о ядерных державах. В России на днях провели тренировку массированного ядерного удара. Согласно официальным сообщениям, с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Одновременно с этим из Баренцева моря с атомного подводного крейсера была запущена баллистическая ракета. И эта тренировка проходила под личным руководством Путина. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что учения прошли в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации. Иными словами, готовятся к худшему. Не могу не отметить, что с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину различные прокремлевские политики и общественные деятели, а иногда и прямо представители властей заявляют о возможности применения России ядерного оружия. С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». Что вот касается отношений между КНДР и Россией, то в последнее время они укрепились как никогда. КНДР даже поставляет России военную технику. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме заявил, что Северная Корея уже передавала России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины. Северная Корея и Россия пообещали развивать военное сотрудничество, когда лидеры двух стран встречались в сентябре на российском Дальнем Востоке. Северная Корея пытается получить от России помощь для развития собственного военного потенциала в обмен на поставки оружия для Москвы. Но весь парадокс в том, что любые сделки Северной Кореи, связанные с оружием, нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, за которые голосовала ранее Москва. США, Япония и Корея сразу осудили поставки оружия из КНДР в Российскую Федерацию. В своем заявлении главы МИД трех стран подчеркнули, что поставки оружия из Северной Кореи увеличат число жертв в Украине. Давайте послушаем. Республика Корея, США и Япония решительно осуждают предоставление военной техники и боеприпасов Корейской Народно-демократической Республикой Российской Федерации для использования против правительства и народа Украины. После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорят все стороны конфликта. Вот российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его безопасности. А потом нам заявляют и в Пхеньяне. Там всегда готовы к обороне и могут в любой момент, что называется, защититься. И учитывая немаловажный факт, что Госдума отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, угроза ядерной войны велика, ведь формально выход из договора позволяет возобновить ядерные испытания. Китайские власти расширили финансирование замены западных технологий собственными разработками. Об этом пишет издание Коммерсант. Все дело в том, что ужесточение наложенных США санкций почти перекрыло импорт высокотехнологичной продукции в Китай. По данным агентства Reuters, в высших эшелонах власти КНР принято решение о выделении масштабных средств на импортозамещение и снижение зависимости Пекина от Вашингтона в этом вопросе. Впрочем, отношения КНР и США, двух держав, напоминают американские горки. То сотрудничество идет вверх, когда, например, патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер встречается в Пекине с Сидиньпинем, или же резко вниз, когда Нэнси Пелоси едет на Тайвань. Но известно, что в ноябре в Санкт-Франциско может пройти встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Сидиньпинем. И, возможно, одной из тем станет обсуждение вопроса экспорта высоких технологий. О том, что Китай активно нацелен на импортозамещение высоких технологий, стало известно еще в 2019 году. Тогда инсайдерскую информацию опубликовало издание Financial Times. По данным журналистов, правительство Китая обязало все правительственные и государственные учреждения заменить оборудование и программное обеспечение, поставленное за рубежа, к 2023 году. Предполагалось, что правительство будет постепенно отказываться от использования иностранных технологий в рамках политики 3-5-2. 30% оборудования будет заменено в 2020 году, 50% в 2021 и 20% в 2022 году. Но пока больших изменений, говорят эксперты, не случилось. Судя по всему, даже такой экономики, как у Китая, непросто найти замену американским продуктам. Но в КНР не сдаются. Деньги на развитие собственных технологий вливаются не просто большие, а огромные. Официально Пекин инвестирует средства в замену компьютерного оборудования и телекоммуникаций. Количество тендеров от государственных предприятий и военных структур, связанных с национализацией оборудования, удвоилось за последний год, и стоимость таких проектов увеличилась более чем втрое. Мы должны энергично развивать цифровую экономику, особенно способствуя интеграции цифровой экономики с промышленными цепочками и цепочками поставок. Мы должны использовать наши огромные данные и богатые сценарии применения, которые повысят нашу эффективность. Это позволит нам построить независимую, контролируемую, умную и эффективную систему производственных цепочек и цепочек поставок, которая будет способствовать переходу наших отраслей в средний и верхний сегмент стоимости. Известно, что Китай вложил больше 191 миллиарда долларов в замену иностранного оборудования и программного обеспечения в 2022 году, что на 16% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на активные шаги в направлении импортозамещения, Китаю пока не хватает передовых возможностей в производстве микрочипов, и он остается зависимым от их импорта. Предыдущие усилия по замещению на внутреннем рынке застопорились, потому что у Китая до сих пор не было технических возможностей для локализации, и в определенной степени их все еще нет. В прошлом году китайским государственным предприятиям было поручено заменить офисные программные системы отечественными продуктами. Дедлайн до 2027 года. Такие конкретные сроки в конкретной отрасли были озвучены впервые. Похоже, что время у Пекина поджимает. В одном из мартовских исследовательских документов мирового рынка платежных систем подчеркивается зависимость китайской системы кредитных карт UnionPay от американской компании BMS, разрабатывающей программное обеспечение для расчетов. Да и в целом КНР слишком сильно зависит от чипов, производимых американцами. На прошлой неделе стало известно, что власти США планируют ужесточить меры, призванные ограничить доступ Китая к передовым чипам, особенно тем, которые можно использовать в технологиях искусственного интеллекта. А для китайских компаний, пытающихся обойти ограничения с помощью третьих стран, ведут дополнительные проверки. В Поднебесное такое решение Вашингтона сразу же осудили. Китай неоднократно разъяснял свою позицию в отношении контроля над экспортом чипов США, нацеленного на Китай. Мы считаем, что США должны прекратить политизировать, использовать в качестве оружия экономические, торговые и научно-технические проблемы и прекратить нарушать стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок. Китай будет уделять пристальное внимание соответствующим событиям и решительно защищать свои права и интересы. Но Китай сам понимает необходимость снижения зависимости от американских технологий. Начать решили с малого. В сентябре агентство Reuters и другие СМИ сообщили, что некоторым сотрудникам центральных правительственных учреждений было запрещено использовать iPhone на рабочем месте. Но если Китай сможет разработать свои технологии, то это поможет не только ему, но и, например, Казахстану. Практика показывает, что все китайские разработки гораздо дешевле американских аналогов. Однако цены могут также зависеть от многих других факторов, включая спрос и предложения на рынке. Китай, снижая зависимость от импорта технологий и оборудования, становится более экономически независимым и менее узвимым к изменениям во внешних рыночных условиях. И прямо сейчас о других событиях в мире коротко. По меньшей мере 22 человека погибли и 55 ранены в результате перестрелки, совершенной вооруженным человеком в штате Мэн в США. Мужчина сначала пришел в боулинг и расстрелял там посетителя, а затем в бар, где тоже пытался убить всех, кто попался ему на пути. Между двумя этими заведениями, примерно 6 километров, убийца передвигался по городу на автомобиле. Нападавший известен, его зовут Роберт Карт, ему 40 лет, и он профессиональный тренер по стрельбе и резервист армии США. В результате урагана Оттис в Мексике погибли по меньшей мере 35 человек. Это один из самых мощных штормов, обрушившихся на страну за всю историю. В результате непогоды в Акапулько были сорваны крыши домов и отелей, затоплены улицы, повреждены линии электропередач, заблокированы дороги. Пропавшими без вести числятся по меньшей мере 10 человек. По данным правительства, шторм с корнем вырвал деревья и затопил больницы. Работа международного аэропорта Акапулько все еще приостановлена из-за структурных повреждений. В Луизиане произошло массовое ДТП. На мосту столкнулись 158 автомобилей, погибли по меньшей мере 7 человек. Сообщается, что авария неподалеку от города Новый Орлеан могла произойти из-за супертумана. Видимость была всего не более трех метров. Также известно, что один автомобиль силой удара выбросила с моста в ДТП. Также участвовали большегрузы, один из которых перевозил опасную жидкость. На Бангладеш обрушился мощный циклон Хамун, из-за которого эвакуировали полтора миллиона жителей прибежных районов. Была приостановлена работа всех типов судов на всех внутренних водных путях. Рыбакам рекомендовали не выходить в море. Стихия уже унесла жизни трех человек в городе Коксбазар. Многие районы поблизости Коксбазара остались без электричества. Указывается, что циклон сопровождается проливными дождями и сильным ветром. Что ж, это были все события, о которых мы успели вам рассказать. Команда программы «Мир итоги» выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим горникам при взрыве в Карагандинской области. Увидимся в следующую субботу, как всегда, в 20.00.